Сейчас на правах рекламы хотел бы порекомендовать вам замечательный Minecraft проект версии 1.6.4, поскольку его владельцы мои друзья. Я гарантирую вам современные сбалансированные сборки, отзывчивую команду проекта, большое количество конкурсов, грамотно продуманных квестов и массу хорошо проведенного времени. Его имя FlyWorldCraft. Присоединяйтесь, не пожалеете. Информация под видео. Доброго времени суток, уважаемые друзья. Меня зовут Перпетум или же Александр. И сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Предцивилизация Мраморный Век. И в прошлой серии дела у меня обстояли очень, очень и очень хорошо. Я смог отбить вражескую атаку и увеличить свое преимущество. И надеюсь, сегодня все будет точно так же. Надеюсь, никто не будет меня обижать, а наоборот. Я буду ходить по свету и захватывать вражеские государства. Надеюсь, так все и будет. Кстати, у меня появились новые строения. Это, например... Ммм... Круто, 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 но мне сейчас нужно увеличивать размер своего поселения. Поэтому я даже не знаю. Я лучше подожду, пока у меня появится достаточно культуры и все-таки попробую увеличить размер. Потому что если я захочу построить новое строение, для этого потребуется много продукции. И, возможно, продукции этой самой у меня как раз таки не будет. Поэтому, пожалуй, я все-таки подожду. Не буду торопить события. Не думаю, что стоит. Нужно увеличить прирост культуры. Хотя сколько ходов еще понадобится, чтобы я получил еще хотя бы одно очко? Ладно, все-таки, пожалуй, пожалуй, построю что-нибудь. Например, рынок или... Максимальное количество воинов улучшить. Я не знаю. Я не знаю, ребята. Или сарай. Блин, вообще не знаю. Ни одна из этих построек пока мне, по большому счету, сильно и не нужна. Ну ладно, давайте строить. Все равно некуда девать, по большому счету, продукцию. Поэтому можно что-нибудь построить. Например, я не знаю. Ну давайте сарай. На будущее. Чтобы он просто у меня был. В любом случае, он мне не помешает. Такс. Что у нас есть? Прогнать римлян. Прогнать римлян, конечно, у меня не получится. Прогнать варваров тоже не получится. Завоевание Греции. Нужно захватить как можно больше... Все города. Нужно как можно больше городов захватить. Окей. Хотя подождите, у меня же объединенная Греция уже. Не понимаю логики. Не понимаю, совсем не понимаю. Собирая рабов. Тучи сгущаются. Орды варваров идут границам наших земель. В общем, захват рабов. Нам нужно... Не понял. Захватить рабов? Ну окей. Захватим рабов. Так и быть. Кстати, опять новые строения доступны. Но мне это сейчас по большому счету не важно. Мне нужно больше культуры. Больше, больше, больше культуры. Аж 15 миллионов. Пока такого количества у меня, конечно же, нет. Поэтому, наверное, я буду увеличивать свою армию. Почему бы и нет? Если у меня будет большая армия, по идее, я смогу, собственно... Стоп. Не буду, не буду торопиться. Я лучше уберу отсюда. Если у меня будет большая армия, я смогу захватить больше городов. Как бы и у меня будут рабы. Это хорошо. Так, увеличиваем сейчас свою армию. Поехали. И строения. Новое строение. Например, например, например... Ну, я не знаю. Ресурсов нету, я тратить не буду. Конец хода. Оба-на. Падение Рима. Отлично, отлично, отлично. Правда, теперь Рим не является моим союзником. Но... Но он и не является моим оккупантом. То есть он не забирает часть ресурсов. Это тоже хорошо. Вау, вау, вау. Оу... Хм... Что мне... Римляне боятся нас? Нифига себе, мы жесткие ребята, оказывается. Либо забрать казну, но денег у меня и так достаточно. Забрать армию? Ну, я не знаю, надо ли мне это. Мне культура сейчас, по большому счету, нужна. Мне нужна культура. Стоп. Ага, закрыть нельзя и проверить. Окей. Ну, давайте заберем культуру. Сейчас мне нужна культура для новых технологий. Для водоснабжения второго уровня. Окей. И теперь я могу построить фонтан второго уровня. Ах! Стоп. Продукции 10 миллионов нужно для того, чтобы построить колодец. Окей. Ну, продукция сейчас у меня появится. Голод. Блин. Блин, блин. Голод, 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 голод. И продукции побольше нам нужно. Даже уберем несколько человек и отправим их на добычу продукции. С одной стороны, было бы правильно добывать сейчас воинов, но фиг его знает, фиг его знает. Мне нужна медицина. Так, кстати, для увеличения населения требуется колодец второго уровня. Или стоп. Да, колодец второго уровня. Колодца у меня пока нет. То есть ничего изучать не нужно. И это большой плюс на самом деле. Очень большой плюс. Ну, тогда я просто изучу какую-нибудь технологию, которая мне больше приглянулась. Например, горное дело. Мне сейчас нужно строить очень много зданий, поэтому пускай горное дело. Окей. Ждем. Продолжаем ждать. Соседи. Что? С соседями у нас. Рим безразличия. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Рима же уже больше нет. А, ну это, видимо, остатки Рима. Окей, окей, окей. Союз не считается уже, да? У меня же с ними был включен Союз. Могли, между прочим, его сохранить. Но так как он развалился, и это остался всего лишь кусок Рима, видимо, все дела обнулились. И это жалко. Жалко, конечно, на самом деле. И очень грустно атаковать я не буду, потому что, ну, моя... Атака просто разобьется, а Рим. У меня слишком мало воинов. Слишком мало воинов. И вообще ни с кем воевать смысла нет. У меня есть генералы, но они пускай просто висят. Толку от этого немного. Ресурсов для новой постройки не хватает. А вот теперь как раз таки, по идее, должно хватать. Да. Хватает. Отлично. Размер населения увеличивается. И нужно наращивать. Наращивать, наращивать свое население. Конец хода. И опять наращиваем производство. Мир. Оба-на. Два скаута. Шикарно. Иллирия и Иберия. Сирия, Парфия. Я не знаю. Ну, давайте Иллирию разведаем. Все-таки нужно разведывать территории, которые находятся рядом со мной. И давайте Иберию. Испанию. Места современной Испании. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Строение. Что у нас есть из строений? И, конечно же, было бы неплохо построить фонтан. Но для этого надо иметь 12 миллионов продукции. И я подожду, пока появится достаточно продукции. Хотя, опять же, опять же, опять же, не будет хватать еды, скорее всего. Поэтому потребуется построить ферму. Для фермы нужна селекция второго уровня. Селекция. Где у нас селекция? Окей. Животноводство. Селекция. Тех уровень 54. Охренеть. Просто охренеть. Других слов я не нахожу. Жесть. Ну, ладно, ладно, ладно. Все равно быстро прокачать не получится. Увеличиваем размер населения. О, великий человек. Шикарно. Родился великий человек. Прокачаю я, пожалуй. Прирост всех ресурсов больше на 10%. Открывает строение дорога. Полезная штука. Да, пожалуй, прокачаю как раз-таки колесо второго уровня. Пригодится. Больше прирост населения будет. А это мне сейчас очень-очень-очень важно. Мир. Что мне дали нового? Поселение. Отлично. Заселю, пожалуй, в Европе нужно все-таки обосноваться. Пускай у меня будет колония в Европе. И, конечно же, это будет, это будет, я не знаю. Все, в принципе, очень хорошо. Все очень хорошо. Ну, продукции 11 тысяч вход, это не серьезно. 879 человек вход, это уже приятней. Войнов заход больше. Ну, пускай это будет военная колония. Окей, так и быть. Военных колоний, по-моему, у меня еще пока не было. И можно построить гимназию второго уровня. Что тоже, на самом деле, довольно-таки неплохо. Чтобы у меня была большая армия. И сейчас я буду уже отправлять людей на службу. Мне нужны бойны. Мне нужны солдаты. Мне нужно все-таки создавать армию. Пока не поздно. Максимально большую армию. Из возможных. Правда, деньжат теперь не хватает. Такс. На содержание армии уходит очень много денег. Хотя, за каждый ход я получаю все больше и больше денег. А нет, это потому, что просто люди здесь появляются. Поэтому так. Так, строение. Рынок. Да, мне понадобится рынок, чтобы содержать армию. В любом случае. Поэтому, окей, рынок пускай будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Офигеть. Приходится заставлять работать людей на рынке. Черт. Эй. Ну, елки-палки. Чума. Только дела начали налаживаться и чума. Офигеть. Нужно ее пережить и сохранить как минимум 150 тысяч жителей. Но, в принципе, в принципе, я могу попробовать сохранить население. 40 тысяч я сохраню таким образом. Эвакуирую. Эвакуирую еще. Такс. Спасено 80 тысяч. Нужно спасти еще 70 каким-нибудь образом. Как это сделать, я не знаю. Мне нужны для этого деньги. Такс. Армия нам не нужна. Отсюда людей отправляем. Все равно они будут вымирать. Отправляем на добычу золота. Мне нужно как можно больше денег сейчас заработать. Как это сделать, мне пока не до конца понятно. Нужны деньги. Можно, в принципе, да, можно закрыть город. Тоже полезная штука. Все равно у меня торговых отношений практически ни с кем нету. Закроем город. Такс. И закроем здание. Тоже уменьшит смертность. Неплохо. Смертность уже не такая большая. И, в принципе, население я буду терять не так быстро. Что тоже на самом деле хорошо. Конец хода. И, возможно, я смогу все-таки сохранить 150 тысяч человек. Да, скорее всего, я смогу сохранить 150 тысяч человек. Потому что дела довольно-таки неплохо идут. Деньги мне сейчас не нужны. Хотя нужны, может быть. Я не знаю. Буду я тратить деньги на эвакуацию или нет. Фиг его знает. Но, ладно, уберу пока людей отсюда. Да, пускай они увеличивают прирост. Так? И пускай у меня будут деньги. Тоже деньги сейчас пригодятся. Чтобы я мог эвакуировать еще хотя бы 40 тысяч человек. Ой-ой-ой. Голод. Жесть. Жесть, жесть, жесть. Просто настоящая жесть. Но деньги мне в любом случае нужны. Конец хода. 8 миллионов, я думаю, смогу еще попытаться накопить. Строение. Мне не до строений сейчас совсем. У меня тут чума. Я пытаюсь с чумой бороться. Но я предпринял какие-то меры. Я не знаю, удастся ли сохранить. Ёлки-палки. Всё. Это жопа. Ребята, я в жопе. Я не смогу накопить 8 миллионов для того, чтобы эвакуировать еще хотя бы. Смертность 500%. Охренеть. Смертность минус 100%. У меня такая смертность, что просто жесть. Поэтому как бы тут это не поможет. Успею я накопить деньги? Не успею. Я не знаю. Ну, я сохранил сейчас как бы 80 тысяч. Мне нужно еще как-то 70 сохранить. У меня уже 152 тысячи. И они продолжают умирать. Не знаю, получится ли у меня выполнить это задание или не получится. Минус 10%. Ну, давайте. Оба нас. Смотрите-ка. И прирост увеличился. Опачки. Да. 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 Это круто. Я закрываю здание. Увеличивается прирост. Шикарно. 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 Надо было больше зданий закрывать. Тогда все было бы хорошо. Конец хода. И я могу эвакуировать. Еще 40 лет. Теперь нужно как-нибудь сделать так, чтобы у меня осталось в живых хотя бы 30 тысяч. Не знаю, получится ли. Ох, не знаю я, ребята. Надеюсь, что получится. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть не хватает. Чуваки. Почти. Почти-почти-почти я смог выполнить это задание. Но нет. Годы мира. Ну, можно увеличить прирост населения. Поможет мне это или нет? Ну, давайте. Оба-на. Я даже не в минус сейчас иду. Ура! 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 Чума унесла 100 миллионов жизней во всем мире и множество жизней в нашем городе. Но благодаря вашим своевременным действиям мы смогли достойно ее пережить. Испытание пройдено. У-ху, ребята. Я думал, я не справлюсь с чумой. Но все-таки все пошло хорошо и чума отступает. Ах, отлично. Новая жизнь. Прирост населения плюс 30%. Прирост всех ресурсов плюс 10%. После чумы в обществе произошла переоценка жизненных ценностей. Люди ощущают небывалую радость жизни и к нам мигрируют другие народы. Это круто. Это очень-очень-очень круто. Стало быть, я очень быстро смогу восстановить свое былое могущество. Посмотрим, как пострадали соседи. Рим. А, но соседи никак не пострадали. Естественно, я думал, во всем мире как бы люди вымирали. А в итоге они вымирали только у меня, что ли? Кельн. Ну да, тут везде куча народа. Это как-то странно. Вы не находите? Как по мне, это довольно странно. Лондон вообще испытывает ненависть ко мне. Блин. Блин, блин. Очень странно. 700. Ой, у меня денег не хватает. Ну, блин, блин, блин. Я даже и не знаю теперь. Ну, давайте отправим немного людей сюда. Я, конечно, хотел отправить всех людей на поля. Хотя, ничего страшного. С людей соберут деньги, и все будет нормально. Мне дадут там миллионов 30. Да, да, да. Отлично. Так, сын, наверное, теперь я могу использовать свои бонусы. У меня собрано 10 очков цивилизации. И я могу попросить население. Да. О, о, о. Вот это круто. Вот это реально круто. Я восстанавливаю свою былую мощь. И, возможно, я даже смогу воевать. Что тоже на самом деле очень, очень, очень круто. Увеличим. 15 тысяч всего лишь. Офигеть, это очень мало. Так, а что у меня по соседям? У кого какая армия? У меня армия миллион двести человек. Я могу попытаться атаковать Рим. Хм. И захватить Рим. Или Лондон, который вообще испытывает ненависть ко мне. Давайте попробуем атаковать Лондон. Почему бы и нет? Эй. А, у него союзники есть. Окей, Рим. Славная победа. Отлично. Ну, хотя бы Рим смогу захватить. Тоже мне Рим, в принципе, пригодится. Вступить в бой. Славная победа. Бесплатный генерал. Это хорошо. Все, захватили Рим. Это очень, очень, очень круто. И вообще, эта серия была довольно плодотворной. Я смог избавиться от чумы. И, в общем-то, захватить Рим. И дела идут сейчас очень, очень, очень даже хорошо. Поэтому, надеюсь, дальше все тоже будет только улучшаться. Ну, а с вами был Перпетум или же Александр. Большое спасибо за просмотр, друзья. За внимание. До новых встреч. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok